Собравшиеся в историко-культурном центре комсомольцы-ветераны, глядя на фотографии своей молодости, которые демонстрировались с экрана, кажется, вновь ощутили себя молодыми. Одной меня судить, команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. У нас были ударные комсомольские стройки, областные и районные. Районная стройка, районные объекты были у нас на селе, это коммунарка. Мы строили сильные хранилища, сильные сараи, потому что кормовая база для крупного рогатого скота была важной задачей. Комсомольцы, работая и на промышленных предприятиях, были в авангарде производственных достижений. Но пути к ним случалось всякое. Обо всем в этот день вспоминали ветераны. Я работал в умячном цехе, цех новый был, французское оборудование. И при запуске в работу цеха оборудования подошел такой неординарный случай. Взорвалась емкость аммиака. У нас здесь комсомольцы было. Все бросились на ликвидацию пожара. Все работали сутки без отдыха. О многом и другом вспоминалось в этот день. Комсомольцы Ленинского района всегда первыми откликались на любые начинания, происходящие в стране. А уж тем более здесь, в родных краях. И юбилейные медали «50 лет городу видное» заслуженная их награда. Я думаю, что тот заряд бодрости, который комсомол несет через свои 90 с лишним лет, он и сегодня остается с нами. И наша задача передать этот энергетический запас емкости, труда, веселья, энергического вот такого трудолюбия нашим молодым коллегам, нашим ребятам, нашей молодой гвардии. По традиции на встречах в день рождения комсомола всегда звучат песни комсомольской юности наших ветеранов. Так и в этот день одной из них была песня «Надежда». Синие московские ветераны Людмила Медведева, Алексей Ильин, Анастасия Нурконова, ВИДНЭТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...